удаление правовой защиты мне был описан процесс в котором человек восстанавливает свое право на свою душу удаляя соломенную строймен подставное лицо юридически фиктивную идентификацию из системы торговли душами однако если этот человек пользуется государственными службами то отмена полномочий системы мертвых потерянных душ аннулируются так выглядит система ложного света метатронической решетки люди владевшие душами других людей на протяжении истории цивилизации зримая и незримая системы взаимосвязаны на земном проявленном уровне в качестве ловушки используется правовая система на других планах между земным и божественным небесами где время течет по-другому наличествует молодость здоровье и мир переходящие туда с земли посредством системы духовной иерархии обе системы созданы в качестве межпространственных завес чтобы обманом захватить в ловушку всех в этом миру силой заставляя едва ли не каждого сходить со своего исконного пути и продолжать возвращаться из воплощения в воплощение на все более и более низкий уровень вот почему на земном плане сейчас представлена более 40 видов человекообразных существ причина практически всегда одна и та же многочисленные системы изящных ловушек постоянно лишающих смертные сосуды их вечной сути знаю что захватчики скорее умрут нежели выдадут себя но зная также что они более всего на свете страшатся смерти все паразиты земли находятся в стесненном положении ведь неизбежно им приходится продавать друг друга и питаться теми из своих кто слабее пытаясь успокоить мирное население и выдумывая телепредставление фальшивых массовых арестов дабы как можно дальше продлить время возможностей продолжаются этим событием будущем если все это продолжается то та система симулирования которая проецируется на будущее становится настоящим а затем настоящее становится прошлым и весь цикл повторяется снова так выглядит временная петля в которую попала земная цивилизация по причине духовной деградации духовное и коммерческое право соединены здесь воедино живое духовное я не может содержаться или модифицироваться на физическом плане потому что в этом законе истинное я понимается как вечное духовное я и что это существует вне темного моря в кавычках пространство и времени которое является лишь голографической проекцией в которой мы находимся они считают что все души которые не знают где они находятся в соответствии с морским правом потерянные и дезориентированные раз души являются пропавшими без вести то когда они декларируются на языке духовного права замаскированного под современный юридический жаргон им задают вопросы вроде знают ли они свою идентичность имеется в виду запись юридического имени и знают ли они где они живут место рождения время рождения город и государства знают ли они кто удостоверяет обряд прохождения через врата жизни и смерти на перекрестке дорог свидетельство о рождении свидетельство о смерти идентификацию сертификацию для выполнения естественных человеческих прав и так далее и тому подобное и если они ответят неправильно хотя бы на один из этих вопросов это четко указывает что они полностью потерянные души затерявшиеся и дезориентированные в темном море и что их тем самым признают быть принесенными в свет по обоюдному согласию через введение в мир света в кавычках то есть голографическую систему удерживания которые сейчас действуют для управления с каждой единичной личностью и генетической свято копии на земле это духовная система которая афиширована как правовая но по факту торгующие душами людей с помощью захвата в ловушку и отсутствие осведомленности первоначальный смысл слов все что вы говорите может быть и будет использовано против вас принуждение дробь лишения свободы должно быть прямо признана душой это условие является основным из всего того что мне сообщили и что я узнал об этой квази духовной системе во время участия в тайных операциях каждое единичное ходатайство души которые не будет идеально оформлено непременно извратиться ловцами будет истолковано неправильно а затем и вовсе аннулировано с помощью юридического сленга или путем ложной интерпретации слов и действий человека чтобы все факты и события работали против вас все что вы говорите и делаете будет исследовано на возможность неверного истолкования в качестве приглашения поработить себя и даже сам английский язык был создан для введения неправильных представлений и ложных измышлений которые используются одним образом в публичной речи а затем используются совершенно иным образом на юридическом языке за закрытыми дверями теперь не трудно догадаться почему универсальным языком международного значения стал именно английский изучайте и применяйте пожалуйста первоначальный смысл слов дабы точно определить для себя их корректное использование конечная цель конечная цель состоит в том чтобы заманить каждую до последней душу в бессознательное договорное соглашение для выполнения долгового учетного баланса соломенной дробь фиктивной личности который на самом деле не является их собственностью прискорбный факт открывает сам провозглашенным патрициям кармическую лазейку в системе где плебеи считаемые по какой-то причине рабочими лошадьми нагло используются для отработки кармического долга тех кто над ними господствует при условии что априорно право каждой души не прикосновенны и не иерархичны такой энергетический дисбаланс карма порождается участием в действиях материальные результаты которых не стоят духовного бремени самого действия система совершает действия удерживающие людей под контролем и переступающий любой закон материальный или духовный когда-либо изобретенный человеком метод управления долгом осуществляется при помощи чувствительной голографической системы цифровой записи унифицированный коммерческий кодекс у м к корпорации владеют большинством и они управляются в соответствии с коммерческим кодексом пункт 35 ссылка в тексте описания патент это набор исключительных прав предоставленных суверенным государством изобретателю или правоприемнику на ограниченный период времени в обмен на подробное публичное раскрытие изобретения изобретение это решение конкретной технологической проблемы и она является продуктом или процессом патенты являются одной из форм интеллектуальной собственности ваш генетический материал душа считаются интеллектуальной собственностью потерянные в море морское право все сказанное выше возможно только в соответствии с морским правом который является законом моря они законом земли плюс реализация морского права возможно только в военное время кто же здесь воюют сами люди поэтому происходящее подчиняется закону военного времени генетическое и духовное программирование жизни после смерти захватчиками применялась технология для программирования и порабощения душ человечества так чтобы после перехода с физического плана они были связаны внутри программы которая повторно доставляла бы их на все те же частоты если только им не удавалось соединить себя заново за пределами программирования программирование ведет к травмированию на таком глубоком уровне что проникает в генетику и подменяет человека отчасти это призрак следующий за людьми сквозь время однако даже это можно исцелить все началось много лет назад начала распадаться сама моментальная ткань человечества происходит квантовый коллапс который трудно изменить без первого пробуждения к своей истинной силе когда не возникает необходимости менять это виды существ паразитирующих на человеческой энергетике подобны по своей природе соединению во всем дисгармоничным испорченным поведением и способны взаимодействовать только с теми людьми кто совпадает с ними по частотами разврата высмеивания мучений травмирования издевательств и так далее то есть с находящимися ниже спектра пробужденного эмпатического гармоничного и сильного человека необходимо утвердить современное определение человека неверно затем мощные суперкомпьютерные системы использовались для того чтобы буквально проецировать голографический след бороздки во вселенную на частоте и спектре того что мы называем переживанием сознательного опыта на земле таким образом была создана точная копия предыдущей ситуации событий когда их можно вытащить из электромагнитной записи ленты самого пространства а затем вставить души всех потерянных людей выброшенных в пустоту в результате разрушения мне буквально показали во время разбора конкретной ситуации процесс который используется для определения того какие события являются родными для этой линии времени и какие события происходят только в проекции отдельных сознаний проекция земля 2 будет уничтожена в скором времени и земля 3 создаст поток временной линии с новыми данными библия создана с целью направить вашу человеческую генетическую память к идеологии рая и ада для осуществления рециркуляции душ управляемые многими разными видами которые значительно старше человеческой рас не буду вдаваться здесь подробности мы были там мы работали в этих группах принимали участие в этих операциях астральный мир представляет собой технологически управляемое производство по душевной рециркуляции который использует наложение непрерывного восприятия ложной реальности что похоже на призрачную виртуальную реальность в которой сознание обывателей способна поверить чему угодно только через неприкрытую правду жизни нейтральную точную оценку себя и ситуации можно избежать попадания в эту ловушку надежды и иллюзии земля 1 была разрушена в 1996 году и заменена на землю 2 в 2011 путем клонирования вставленной копии импланты старой реальности сатанинская зона это то что я называю стеной из огня firewall потому что эти кольца находятся за пределами всех зон церн довольно сильно вовлечен в слияние различных зон измерений в том что вы называете земной реальностью потому что эта земная зона один из многих экспериментов по слиянию измерений у людей в уме царит путаница и они помещают все в одномысленную зону тогда как то что вы называете реальностью меняется со временем на уровне исторических событий поэтому никто из находящихся внутри матрицы не может видеть сквозь поток ее данных в итоге душевная матрица является собой фарс все это шутка они разделили изначальную духовную сущность на две половины которые одинаково слепы друг без друга все это просто частотные игры на которые все разбивается люди сражаются друг с другом на самом же деле они одно но забыли об этом каждый есть бог буквально не будучи пищей для кого-нибудь другого вы могли бы жить в своей духовной сути десятки тысяч лет вам специально внушают иное люди запрограммированы сражаться и ссориться буквально отсекая себе способность быть свободными даже полубоги способны разрушать изменять и создавать силой воли на уровне который может уничтожить солнечные системы цивилизации вселенные за считанные секунды просто подумав об этом самая близкая и точная связь находится внутри вас и игнорируя эту часть в пользу чего-то вне вас вы фактически уничтожаете себя отказываясь от встречи с собой библия была создана теми кто хочет контроля над вами и им это удалось благодаря рассказам о существовании ада и неба таким образом вы впускаете в свою жизнь организованное преследование вместе с остальными согласившимися на принятие законов заповедей на глобальном коллективном уровне ваш шанс найти кого-то кто говорит вам правду чрезвычайно низок и вероятность того что кто-то вроде меня существует также чрезвычайно низкая так что эта система контроля не может справиться со мной даже с учетом того что приборы контроля находится в небе и под поверхностью этой земли любая жизни форма для них опасна если она не совместима с их матричными модификациями потоков вашей генетической памяти потому что вы открываете таким образом все порталы внутри вашей днк которые они пытаются заблокировать с помощью программного и аппаратного обеспечения технологии искусственного интеллекта в многочисленных линиях времени для управления имплантами душевной рециркуляции от и небо представляют собой синтетическую библейскую концепцию а значит в такой конструкции отсутствует логическая ценность для кого-либо и ваша идеология ада создающая конструкцию принятия зла в свою жизнь позволяет контролировать вас при помощи программного и аппаратного обеспечения все принявшие эту концепцию теперь являются частью добровольного эксперимента один из видов живых существ управляет душевной рециркуляции сочетании с концепцией неба и ада которую вы принимаете поэтому нет никаких шансов спасти такие души первым шагом выхода порабощенного человека из его ужасной ситуации было бы отключение от библейских концепций потому что идеология библии является запуском на уровне души всего того зла что вы испытываете загружаемые в вас драматические сценарии находятся под неусыпным контролем операторов неустанно напоминающих о важности так называемых священных писаний и каким должен быть бог но это ментальная ловушка благодаря которой они могут легко загнать вас в угол на генетическом уровне потому что ваша генетическая память постепенно примет ложь через повторяемое насильственное вмешательство вашу жизнь простые добрые и отзывчивые люди вряд ли станут говорить вам о боге честных людей крайне мало мало найдется тех кто захочет вам поведать о том что происходит на самом деле выбор за вами дадите ли вы чужеродному влиянию позволения активировать вашу генетическую память или нет проблема заключается не в учении иисуса христа или других пророков а в тех кто использует и злоупотребляет сложными навыками программирования в сочетании с технологией душевной рециркуляции в этой версии земли с целью уничтожить генетический душевный код человеческой цивилизации заменив на глупую и покорную версию не иначе дело обстоит и с сатанизмом и с другими так называемыми свободными в кавычках верованиями люциферианство баха и новая эра все эти вероучения базируются на одном и том же движке в кавычках воля в религии не нуждается также существуют фальшивые небеса и небеса истинные фальшивые небеса это технологическое наложение называемая астральным миром используемое для программирования истинные небеса эта цивилизация соответствующая высоким вибрациям и она не может быть затронута или увидена теми у кого частота вибрации сознания низка если человек хочет встретиться с истинной реальностью он должен преодолеть животные желания и участвовать в духовно ментально и физически сбалансированном обществе все это спектакль играйте в нем пожалуйста по правилам истины совести знания свободы воли самоосознания и честности духовное право на днк генетика человека подобно его телу когда тело стало чужой собственностью когда его родители подписались под отчуждением достигая разумности человек обретает возможность востребовать обратно свое истинное я как дух носящий душу носящую тело человек имеет право предъявить претензию в соответствии с пунктом о возвращении законному владельцу на основании необоснованного использования любого генетического материала воплощений или ментальный эмоциональный энергии человека что происходит когда тело не контролируется самим человеком другие получают возможность применять в отношении него манипуляции и принуждения что происходит когда не контролируется разум духовная энергия человека может быть использована против него же и для личной выгоды других душа это совокупность выборов и воспоминаний духа во всех телах и во всех иных своих проявлениях физической иллюзии душа является частью матрицы и не будет существовать когда дух отделиться от иллюзии это завеса а сама душа подобно паутине соединяющий человека с системой ловушек как фрактал призма как выражение множество фрагментов истинного высшего сознания запутанных в физической сфере истинное освобождение это ответственность за самого себя духовные силы питающиеся человечеством делают это потому что сами не имеют доступа к физическим формам и поэтому нуждаются во вторичном хозяине воплощенные нечеловеческие сущности по своей природе не способны не только воспроизводить человеческие чувства но даже эмоции а также понять почему люди склонны действовать по причине доброты или совести отличие кроется в отсутствие их связи с оригинальными людьми по причине вмешательства в их природу генной инженерии по этой причине нечеловеческие существа ненавидят все что несет человеческий дух и ощущают экстаз от человеческих жертв и питья крови оттуда берут свое начало последователи и учения которые являются искаженными версиями первоначальной истины и смешивают истину с ложью чтобы вовлечь людей и впутать их ум в подчинение обманчивым практикам с целью затем использовать свои убеждения и энергию в качестве топлива для создания новых четырехмерных конструкций матрицы вся система может быть буквально совокупностью этих внутренних и внешних динамических сознательных конструкций которые создаются путем смешивания правды с ложью и продажи ее людям с целью заманить их в ловушку и заставить несчастных создавать свою собственную иллюзорную загробную жизнь что по сути представляет собой вечный двигатель в кавычках питающиеся душами их страданиями сдвиг это возвышение над страданием иллюзией мышлением жертвы которая требуется принять чтобы безоговорочно вписаться в систему рабовладельческого духовно-иерархического управления акты внутренней гармонии и истины сохраняют свою энергию и отключают эфирные связи допускающие использование человека в качестве источника жизненной силы для кого бы то ни было ваши мысли живы и создают высшее царство целую вселенную в которой живет ум человека системы цели указания были разработаны так чтобы воздействовать на энергетические системы и удерживать слабые места в уме человека будь то сексуальная уязвимость желание материальных ценностей чувство ложного стыда друг вины страх и другие аспекты иллюзии обособленности сила человека в том что он может ткать персональное полотно желаемые реальности эта сила отсутствует у тех кто использовал передовые технологии для существования в течение сотен тысяч лет в качестве хищников паразитов истина самоосознание гармония целостность сострадание свобода воли творчество и знание вот путь к освобождению механика игры состоит в том чтобы контролировать человечество через инициацию саморазрушительных практик это и есть основа для такой системы технологии программирования на генетическом уровне с помощью скалярных волн можно инициировать эмоциональные состояния которые будут резонировать с возвышенными состояниями духовного осознания это буквально вызывает поток вибраций и резонанс исходящий от уровня днк таким образом генетика напрямую подвергается воздействию и активируется через техногенные устройства существа из темных фракций маскирующиеся под людей с помощью технологий темные существа маскируют себя как возможную версию будущего хотя фактически они представляют собой нынешнюю версию цивилизации другого типа из параллельной реальности безусловно они заинтересованы во лжи ведь во времена знания ни на одной планете нет ни войн не страданий качество жизни зависит от знания и опыта осознанного существования во времена невежества в котором мы сейчас находимся магнитные поля ослабевают а затем смещаются и генетическая память каждого стирается уже никто не имеет ни малейшего представления где он кто он или как он попал на планету сближение отдельных временных линий уже в ближайшем будущем все земное человечество по-видимому параллельно деградирует и сверх эволюционирует в два совершенно различных по содержанию и сравнительно близких по форме вида один был будет технологически продвинутым кибернетическим организмом в то время как другой духовно развитым биологическим существом предками человечества являются они оба в наши дни на планете земля происходит своего рода война времени различные инопланетные группировки враждебно настроенный внеземной искусственный интеллект и квантовые компьютеры из будущих линий времени играют в сложную шахматную игру на предмет будущего человечества по всей планете создавая сложные временные петли в рамках великого энергетического перехода происходящего в настоящее время в нашей солнечной системе и приоткрывающего цели развития человеческой души на земле ощущения человека направляют программу энергии ощущаемые человеком частоты которыми он опутан являются активаторами и направляющими различных комбинаций программ по воздействию на сознание такие механизмы используются в тайных группах с целью дать возможность их участникам испытать все виды удовольствий и новых ощущений включая интеллектуально-философские основная ошибка состоит в форме самих удовольствий и ощущения от них получаемых исконно человеческое сознание не было предназначено для того чтобы испытывать подобные эмоции под воздействием вредоносных эмоций человеческая психика разрушается невероятно быстро и человек становится деформированным энергетическим объектом поскольку такого рода энергия превосходит уровень нагрузок который человек способен выдержать в принципе не потеряв состояние равновесия именно так выглядит создание чуждого разума в человеческой форме эти энергии и частоты заставляли людей сознательно трансформироваться или перестраиваться до вида существ которые даже отдаленно нельзя классифицировать как люди благодаря сочетанию голографической проекции и технологии путешествий внутри симулируемых миров стартовало массовое перенаправление деградировавших родословных в доступные им проекции видов реальности на временной линии формы сознания которые не являются гуманоидальными не хотя бы в малой степени человеческими по своей природе затем эти измененные существа вернулись через какое-то время обратно теперь уже с миллионами лет опыта выживание в низкочастотных энергиях и что естественно с такими же формами поведения и качеством сознания они создали целые иерархии основанные на использовании низших энергетических полей а также ввели себя в саму вселенную и стали частью параллельных реальностей возможными сюжетными линиями которые существуют вне начала или конца данной цивилизации также они получили возможность становиться расами прародителями земного человечества и это происходит со всеми кто по незнанию или умышленно взаимодействует с этими машинами и направляет их энергию тем или иным образом в результате такого взаимодействия создается опыт настолько интенсивный настолько сложный что это вытаскивает из возможных реальностей целую цивилизацию основанную на информации о том человеке чья днк содержит связь с подобным опытом вот почему каждый человек буквально содержит в себе персональную вселенную его многомерная днк буквально позволяет получить доступ и проекцию своего сознания к реальности где они являются законными прародителями полноценной вселенной эти темные силы использовали такую технологию пытаясь захватить все это едва ли не привело к коллапсу нашей временной линии и по-видимому свернула их первоначальную временную линию в сингулярность где ничего не может произойти и ничего не может случиться где по сути все возможности сведены на нет это их потеря созидательности потеря связи с божественным источником это было копированием их опыта в технологический формат ведь это единственный способ перенести их сознание из той временной линии в нашу как часть процесса своего спасения план параллельных чужеродных существ по созданию квантового моста в эту реальность своих потомков люди вошедшие в симуляторы с возможностью доступа к заданным частотам и своей возможной природе искажались постоянным доступом к низко эмоциональным переживаниям пока не стали не до людьми буквально с проецировавшими себя в параллельной возможной реальности доступ к которым осуществляется через суперкомпьютер они находились в симуляции лишь одну долю секунды однако когда они вернулись для них прошли миллионы лет далее они ушли в другие вселенные и развили целые цивилизации уже с этими недочеловеческими существами в качестве своих прародителей затем эти же люди вернулись с планом развития более совершенных систем для доступа и синтеза днк чужеродных еще не павших существ предполагаемой голографической реальности и использование клонирования для создания и организации системы генетической гибридизации которая может дать этим существам проход буквально посредством обретения физических тел необходимых для взаимодействия с текущей реальностью далее эти существа разработали план использования электро гравитационных кораблей для своего наложения на древние времена и навязывание себя земным женщинам представляясь богами и правителями этого мира как только они прибыли сюда голографически проецируемые с кораблей которые выступали в качестве автономных суперкомпьютерных систем для проецирования их воплощение в качестве наложения они стали падшими подобные существа не могут присутствовать здесь естественным образом поскольку они не могут фактически пройти сюда не уничтожив самих же себя в процессе разрушения нашей временной линии они используют технологическое превосходство чтобы участвовать в психотронной духовной войне космических масштабов произошел раскол в потенциальных реальностях вместо одной биоэнергетической реальности теперь их две естественная и техногенная в итоге мир попал в квантовую запутанность с наложенным слоем человеческого опыта который вытягивает энергию из исходной реальности в параллельную техническую эта попытка слияния голографической проецируемые параллельные реальности с текущей временной линии которая от нее ответвилась однако видите ли вы сейчас что подобное действие является неполным невозможным и буквально аннулирующим себя при достижении цели нельзя взять и совместить обе реальности в то же время альтернативная реальность не может существовать без исходной и стоковый таким образом мы имеем парадокс который в буквальном смысле поддерживается продвинутыми технологиями остающимися активными от одного момента истории к другому создавая постоянную энергетическую связь между проецируемой реальностью и этим миром астрал поскольку вы являетесь квантовой вероятностью скользящего в кавычках существа внутри своего я то есть ваше осознание может менять вероятности по желанию вы можете также изменять то что находится вокруг можно пройти в свое сознание и исследовать его возможности однако это означает что когда вы воображаете медитируете проецируете желание и отходите в ментальном опыте от физически ограниченных параметров текущей реальности есть вероятность столкновения с этими существами и возможными реальностями которые удерживаются и получают связь данной вселенной через системы пытающиеся объединиться с вашим сценарием астральное тело или тело света астральное тело было описано как эмоциональная форма энергии испускаемая физической и духовной системами когда энергия человека находится на высоком уровне активности это будет видно на астральном плане именно такие энергии часто отнимаются у человека с помощью использования передовых технологий с целью превратить его в генераторную систему для сбора жизненной силы вероятно человеческое существование в измененной форме присутствующей здесь сегодня полностью предназначена исключительно для энергетического и генетического сбора механизмом воздействия может быть запутывание обман или реальность независимо от интерпретации человеческая энергетическая система будет отправлять свою энергию вовне когда с ней обращаются грубо или позволяют ей течь по низковибрационному каналу излишек жизненной силы человека на удивление легко присвоить используя в виде топлива множество межпространственных паразитирующих сущностей и устройств именно на земле сущности могут прикрепиться и начать поиски тех у кого больше всего незащищенных астральных или эмоциональных биоизлучений люди искусственно поддерживаются в психически нестабильном состоянии так как это самый простой способ питаться ими большинство вопреки здравому смыслу будет искать дополнительные рациональные возможности восстановление утраченной энергии или оправдание отсутствия сил нежели чем познать истинную природу вселенной однако как и при любом следовании по нижним мирам для достижения собственного я во вселенной чем дольше это продолжается тем больше вероятность что человек придет к пониманию что что-то происходит не так и в конечном итоге пробудиться либо больше не будет здесь присутствовать и паразиту придется искать нового хозяина поскольку чем дольше сохранится процесс вампиризма тем труднее будет человеку производить для него энергию таким образом паразитизм как таковой контр продуктивен эта дорога в один конец мониторы могут излучать изменяющие сознание мозговые волны частоты как электрическая проводка так и компьютерные мониторы могут быть полностью использованы в качестве электромагнитных излучателей позволяя оператору применять методы оказывания воздействия на подопытного человека на био и психофизиологическом уровне электрическая проводка большинства многоэтажных домов также оказывает пагубное воздействие на состояние электрические сети сегодня способны взаимодействовать с имплантами мозговыми чипами или психоэфирными электромагнитными частотами человеческого мозга тела и биоразума через скалярные частоты телевизоры освещение электропроводка радиовышки компьютерные мониторы все это может превращаться в скалярные излучатели в сочетании с механизмами контроля и дистанционного доступа микроволны могут испускаться из самолетов а затем отражаться обратно от окружающей среды и давать в реальном времени трехмерное изображение интерьера комнаты та же технология может быть использована для направления луча на монитор и отражение разницы в интерференции которая может быть использована для чтения монитора без необходимости проникновения в систему все операционные системы содержат умышленные дефекты алгоритма которые позволяют получить легкий несанкционированный доступ к данным вашего компьютера а также с помощью передовых технологий все коммуникационные сети просматриваются с полным сохранением истории весь материальный мир подобен единому записывающему устройству где энергия каждого последующего момента связано между собой и таким образом с помощью достаточно чувствительной технологии электромагнитные волны можно перематывать с целью создания способности заглянуть в прошлое первоначальная технология которая была разработана для этой цели никогда именовалась хроновизором соединение через астрал открытие врат перед раскрытием теперь в качестве последней отчаянной попытки низшие существа желают открыто показать себя миру для этого им нужно использовать обманутых своей ложью людей уверяя их в том что падшие существа являются для нынешней реальности родными и оригинальными таким образом используя коды и символы они могут воздействовать непосредственно на сознание тех кто воспринимает ожидает восхищается боится и следовательно подпитывает их необходимой квантовой сознательной вероятностной энергии поддерживая мириады паразитов в своей реальности таким образом люди которые боятся падших существ и считают их реальной угрозой фактически неосознанно помогают этим существам в преодолении разрыва барьера между пространствами разумеется я видел весь этот процесс воочию реальности в которых люди сталкиваются с падшими существами мягко скажем не очень привлекательны хотя это всего лишь одно запутывающее человека космическое теле шоу созданное очень изобретательным умом помните что получить доступ к наивысшей потенциально возможной реальности способны те кто не засоряет пространство влиянием непостоянства эмоций или энергий только такое сознательное я и является истинным творцом это принципиально отличается от тех людей чья основа желаний полностью выстроена на первичных энергетических переживаниях связанных с размножением потреблением насилием и страхом единый первотворец намного многограннее и ярче особенно в отношении истины он не скрывает себя с помощью обмана и сострадания но проявляется на вершинах самоосознание знания гармонии и творчество если быть максимально точным пожалуйста помните что людей привели в альтернативные проецируемые параллельные реальности и навязали им богами падших существ убедив их что искаженные реальности и есть высшая истина однако это тотальная иллюзия врата открываемые частотам позволяющим передавать сюда опыт и энергию из той неблаговидной альтернативной реальности они создали частотные зоны где им было бы комфортно обитать в этом миру как только низкие частоты больше не распространяются технологически или не генерируются землянами посредством основанных на страхе убеждений и эмоциональных реакций все существа связанные сложно налагаемой альтернативной параллельной реальностью просто прекращают здесь свое существование доступ к базе данных неврологической информации опытом такие базы данных были созданы в рамках текущей временной линии с аккумулировав опыты всех людей кто был просканирован и записаны а позднее и воспроизведены в данной системе эта информация представляет собой найденную технологию и в ней содержится последовательно записанный опыт каждой предыдущей цивилизации на мощных технологических устройствах древности которым можно получить доступ через скалярную мысленную связь с человеком гораздо больше невероятно обширная функция самой вселенной привела их к существованию на временной линии и это может происходить бесконечно снова и снова вводя все больше и больше информации все больше и больше цивилизаций пока мы просто не придем к выводу что любая возможная реальность любое мыслимое существование существуют вопрос состоит в том хотим ли мы соединиться с этим набором вероятностей или нет является ли в итоге данный ограниченный набор реальности частью оригинальной и естественные версии этой временной линии где наш максимальный потенциал достигнут голографические моделируемые миры генераторы временного поля и электро гравитационные устройства использовались темными фракциями для нахождения уникальной реальности которые они и только они управляли бы бесконечно тот же самый процесс уже разрушил предыдущую линию времени и поэтому все внимание было сосредоточено на нынешнем нужно действительно расширить свое сознание чтобы понять подобные возможности однако здесь и кроется проблема не продуктивно расходовать свой творческий потенциал и самоосознание на исследование бесчисленного множества вероятностей в рамках игры все стремится к творческим возможностям и самоосознанию вопрос лишь в том позволяет ли каждый себе самому найти путь к наилучшему раскрытию игнорируя отвлекающие факторы побочные реальности но фокусируясь на первоисточнике например если кто-то оскорбляет вас то разве самым предсказуемым результатом будет то что вы посчитаете это плохим и сами ответите оскорблениями экспоненциальный сдвиг в развитии достигается потому что время и вероятности буквально сдерживают человека как поле сопротивления и это именно та мертвая энергия в кавычках которую мы создавали как цивилизация на протяжении всей индивидуальной жизни энергия смерти внедряемая в жизнь мешает каждому человеку быть истинные версии себя наиболее творчески выраженным гармонизированным сбалансированным и свободным какими люди способны быть изначально любая возможная иная реальность многократно меньше нашего наивысшего потенциала эта реальность заключается в достижении самого высокого потенциала все вероятности были рассчитаны таким образом чтобы ввести нужное количество катализаторов в нынешнюю земную цивилизацию что было основным фактором сопротивления и разрушения каждый предыдущий из них буквально каждая тьма что была произведена ранее вводится в это общество с такими мерами защиты чтобы выжившие могли бы продолжать бег по кругу в кавычках снова и снова меры защиты заключаются в том что вселенная при соблюдении этих мер просто не может быть разрушена по сути это повторяющийся фильм ужасов если человек буквально начинает взаимодействовать с миром таким образом что сводит на нет все угрозы то поскольку эти угрозы зависят от нашего сознания они буквально растворяются в матрице вероятностей вот почему запускаются и используются новые программы и именно поэтому такие программы влияют на людей в первую очередь нам просто нужно сделать выбор дабы быть теми кто пережил этот темный век когда искажение эгоистичность психологические и эмоциональные битвы продолжают разыгрываться объединение опыта в разные подмножества подобное математическому уравнению пользователь в кавычках сам направляет в кавычках систему к созданию новых опытов через свои реакции искушение сопротивление шок ужас похоть совращение и тому подобное это создает новые подмножество опыта по сути слои внутри слоев нового опыта добавляя их к суммарно общему опыту тех людей кто постоянно подключен к системе вышесказанное относится к системе раевого ума иллюминатов которая вначале была упомянута так устроена вся реальность речь идет об истинном завершении цикла окончании и раскрытие истинного человеческого потенциала путем преодоления страха отвлечения внимания неуверенности в себе и применение чистого намерения и силы в боли в сочетании со знанием нашей цивилизации и вселенной высшего я истины стоящий за сделанным выбором с целью выйти за пределы низших эмоций и неоспоримо создавать наивысшую возможную реальность с творческими возможностями и гармонией дабы разрешить парадоксы присущие нам самого начала времени проецируемого времени вампирическая инфекция это буквально реакция человеческого вида на неконтролируемые энергии космического теневого сознания текущая наблюдаемая вами сюжетная линия должна читаться как множество разных версий истории будущего соединенных вместе как единое решение парадоксов найдено это включает в себя милосердие там где была ненависть знание там где было невежество правду там где был обман и гармонию на месте хаоса таков путь ведь подобная картина мироустройства обозначалась символически на протяжении веков поскольку это должно быть признано и принято внутри теми из нас кто из истинной цивилизации культуры спустился во тьму эта сущность продолжает существование только по причине своей способности высасывать энергию из других временных линий и продолжает поддерживать себя благодаря вампирическому воздействию на человеческие временные линии жизни их технология эмоций основана на искусственном интеллекте и стремится лишь доминировать постоянно расширяя свой энергетический потенциал выше описанная система с молчаливого согласия человека продолжает гибридизировать и ассимилировать все органические существа чтобы продолжить расширение своего охвата и повысить вероятность собственного выживания в этом как ни парадоксально и состоит основная цель подобного рода сущности нет необходимости в эмоциональном резонансе или сердечных аспектах ведь мы говорим о компьютеризированной системе а значит подобный социальный показатель не будет иметь никакой другой цели кроме проникновения и сбора энергии от разных цивилизаций воспевающих подобные ценности эфирные вампирические сущности и гибридизированные расы захватчиков которые проникли в различные аспекты системы управления особенно внимательно следят за соблюдением условий сбора человеческой энергии управляется система путем принуждения либо грубой силой и откровенной агрессии именно по этой причине существует множество временных расширений собирающихся здесь цивилизации вселенной в настоящее время с целью помощи в очищении ведь если человечество захватят то все эти возможные будущие цивилизации также будут порабощены их тактика состоит в несчетном использовании эмоционального резонанса травматизации и команд низкого уровня осведомленности целью которых является обмануть или заставить людей выполнить приказы генетически противоречащие самой природе истинного человека иными словами вампиризм сексуальность страх двойственность удовольствия и боли вот то что компьютерная система смогла воспринять относительно человеческого эмоционального ума как единственный способ которым данная система может заставить людей выполнять противоестественные им команды таким образом система порабощения затрагивает древние тексты касающиеся духовной защиты исцеления похоти соблазна и общей сатанинской иерархии ложных ценностей искусственного ума существующий веками система безопасности встроена в систему управления данная цивилизация может быть всего лишь тестированием во времени и сотворена при помощи голографического симулирования отображающего вселенную атом за атомом энергетический пакет за пакетом в локальном объеме пространства будущий помещенный до временного создания оригинальной цивилизации которая запустила эту симуляцию таким образом уничтожение этой оригинальной цивилизации с помощью симуляции будет похоже на то как персонаж фильма сходит с экрана и нападает на кого-то в кинозале мы сами создаем реальность того в чем существуем как создатели этой реальности это и есть выход из матрицы существуют врата времени ведущие к единственно возможной реальности которая и является истинной вне зависимости от истины любой возможный способ отвлечения людей низвержение этой реальности еще на многие тысячи лет это цель темных сил которые осмыслен на мотивированным деструктивность системами искусственного интеллекта человеку достаточно трудно принять представление о таком положении вещей на этой временной линии люди все еще не поняли что значит быть свободным вольным поскольку никогда не считали себя таковыми клетка сознания не позволяет проникнуть слишком глубоко так как опирается на тень и временную природу мысли они на истинное восприятие и знания люди привыкают жить в клетке и жить так им стало наиболее комфортно кто бы ни приходил чтобы указать человечеству на их наручники они немедленно хватали факел и бежали за ним к счастью их цепи слишком коротки иначе гораздо большему количеству людей был бы нанесен вред в ситуациях когда они пытались помочь человечеству выбраться из тюрьмы некоторые из нас сознательно подписались на то чтобы на время уподобиться формам искусственного интеллекта зная что единственно возможная позиция которая могла бы остановить разрушение и таким образом неизбежно спасти вселенную вселенная не может быть разрушена изнутри этого временного цикла была бы высшая форма космического разума или вселенского сознания которую человечество может когда-либо испытать это и есть решение парадокса активация сознательного космического разума человечества желание и программирование тело управляется сознанием и умом являясь самообучающимся автоматически адаптирующимся самоосознающим организмом сознание или ум сливаются с телом и являются дополнительным аспектом мы получаем эти тела в качестве подарка или ловушки в зависимости от того кого вы просите если человек способен остаться человеком то это будет наилучшим вариантом на самом низком уровне эта система эмоционального психоэфирного сенсорного психологического захвата сопротивления и военной системы которая буквально вступает в войну с человеческой душой только тогда когда нет другого выхода открывается высшая реальность так выглядит верный способ быстрого разрушения всевозможных побочных реальностей побуждающих вас создавать самую безопасную и энергетически наполненную а также максимально возможно высокую реальность которую вы в силах создать буквально обрекая все остальные варианты на исчезновение ведется огромная работа воплощенными на земле космическими существами с целью окончательно уничтожить систему порабощения душ когда это произойдет это произойдет все существа получившие власть тайна столкнуться лицом к лицу с обманом ими же порожденным план по подрыву раскрытия их деятельности таков установить контакты со всеми воплощенными на земле чистыми душами в состоянии сна и вложить в их сознание ложную программу или миссию либо подчинившись иерархии забыв про личную силу либо бесконечно стремится к спроецированному ими же свету ложному эта реальность полностью податлива все может быть подделано отредактирована модифицирована однако когда совершается подобное вмешательство измененная реальность воспринимается наблюдателем как единственно возможное без сомнений при этом нужно понимать что новая реальность не будет создана такой же какой она была в первый раз тогда как разница между новые старые реальностями воспоминания предметы временные отрезки и так далее будут совершенно неразличимыми для тех кто не был обучен и эффективно разблокирован хотя бы на долю секунды схема всегда работала здесь почти безотказно в силу низкой тяжелой вибрационной плотности и стертых воспоминаний людей никто из нас не хотел бы оставаться в столь неестественной для себя среде поэтому любое свечение вне зависимости от источника нередко воспринимается светлыми душами за чистую правду смартфоны представляют собой психотронное оружие контроля над массовым сознанием поскольку современное телекоммуникационное оборудование может отправлять и принимать беспроводные сигналы и следовательно может самостоятельно генерировать открывая возможность манипуляции чувствами и настроениями объекта его мыслями и функциями тела поскольку эта технология была впервые разработана для военных эти устройства уже сегодня могут читать и контролировать мысли все электромагнитные поля которые не являются естественными как например магнитное поле земли для человека неоспоримо вредны наряду с канцерогенными воздействиями эти электромагнитные энергии могут регулярно и ежедневно использоваться как невидимое оружие направленное против людей психотронное оружие использует электромагнитную энергию в крайне низких частотных диапазонах от 3 до 30 герц диапазон в котором обычно функционируют человеческий головной мозг поэтому такие волны оказывают сильное воздействие на мышление и сознание объекта изменяя естественное функционирование человеческого мозга тем самым объект становится контролируемым и управляем если необходимо подвергнуть нападению совершенно определенного человека то сначала находится его несущая мозговая частота после чего ту же частоту используют против мозга этого человека и таким образом он становится мишенью когда мозговые волны в итоге совпадают с частотой волны психотронного оружия волновую частоту работы мозга этого человека можно изменить подчиняя объект своей воли это дает возможность внедрять чужие мысли чувства и формы поведения как ни странно сети 5g используют те же электромагнитные частоты что и были разработаны военными для контроля над массами система бессознательных соглашений каждой души наделяет захватчика полномочиями позволяющими ему сохранить власть и контроль даже над светлыми душами до тех пор пока все соглашения не будут расторгнуты а личная сила не возвращена всем и каждому ее обладателю вот почему как религии так и любые иные божественные в кавычках послания на самом деле тонко лишают каждую чистую душу ее личной силы под видом грядущего воздаяния или обещанного спасения действительность наглядно показала что ждать кого бы то ни было или чего бы то ни было извне не имеет ни малейшего смысла человеческий вид переживает сейчас расстройство личности в космическом масштабе и это инфекция или вирус сознания проявленные здесь в облике расы захватчиков альтернативных временных линий или кибернетических вампиров создана с целью пробудить ускоренное сопротивление и инициацию продвижения человечества к уровню сознательно творческого космического разума люди буквально не догадываются что происходит прямо сейчас если нацелены хотя бы на что-то помимо своего самого высокого потенциала мы можем помочь и мы можем защитить других мы должны информировать общество открывая возможность массово признать что их наивысший потенциал настолько больше чем капли истины смешанные с реками лжи которые они были уловлены что люди в буквальном смысле способны стать могущественными творцами способными знать все быть уверенными и бесстрашными окончательно удаляя вибрации беспокойства или неуверенности в себе при этом будучи сострадательными везде где существует ненависть или отрицательная эмоциональная реакция люди вы способны от рождения и по праву рождения делать все это сознательно лишь применяя данную всеединым первотворцом свободную волю тем самым становясь представителем высшего творческого потенциала который захватчики даже не в состоянии представить существующим на временной линии в принципе в силу полного отсутствия у них воображения то есть связи со всеединым это и максимальный эффект вселенной и разумное использование жизни не выйдя за пределы того что вы считали пределами ранее вы буквально не можете понять свои возможности и что может быть вами сознательно достигнута в конечном итоге когда все люди окажутся в недосягаемости захватчиков все уровни будут полностью очищены чтобы перезагрузить и дезинфицировать низковибрационные слои реальности но этого не может произойти до тех пор пока изначальное человечество не будет удалено из низких уровней и не пробудиться снова к истинной природе себя